Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня подробнее обсуждаем подписанный президентом указ о возвращении норм ГТО. У нас в гостях Михаил Александрович Невдох, председатель Рязанской региональной общественной организации ДОСААФ. ГТО – программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях. В Советском Союзе она работала с 1931 до 1991 года. Начиная с 10 лет, ребята сдавали определенные виды упражнений. Для каждого возраста была установлена своя норма. Например, подтягиваться на перекладине столько, прыгнуть столько. Комплекс ГТО был направлен на физическое развитие и укрепление здоровья граждан, являлся основой системы физвоспитания и был призван способствовать развитию массового физкультурного движения. Указ о старте этого проекта подписан, при этом решено сохранить и старое название «Готов к труду и обороне», как дань традициям национальной истории. Давайте объясним сразу телезрителям, почему мы встретились именно с вами, с вашей организацией. Какую роль она будет играть в возвращении норм ГТО? Организация ДОСАФ – это добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, правоприемник, знаменитая ОСОВИАХИМА – общество содействия авиации и химическому строительству, обороне, авиации и химическому строительству. И наша организация ведет свою летопись с 1927 года. Вместе с становлением молодой советской страны росла и наша организация, она внесла значительный вклад в укрепление обороны страны, в укрепление воспитания патриотического страны. То есть это та организация, которая помнит прекрасно, что такое ГТО и что оно давало людям, воспитывая в них чувство и патриотизма, и любви к спорту опять же. Готов к труду и обороне. Я нашел уникальные документы в архиве, где рассматривались и вопросы весенней посевной кампании, и внесения удобрений при посевных работах. Да, нам приятно, что президент подписал соответствующий указ, но этой работой мы занимаемся уже еще и до указа. Я приведу маленькие примеры. Только в прошлом году, благодаря тому, что мы нашли понимание со стороны отдельных руководителей у нас в городе, мы провели сдачу норм ГТО на 360-м авиационном ремонтном заводе «Сокол» Сергея Иванович. Это было добровольно, правильно? Вы предложили, они согласились. Да, мы предложили, они согласились. А почему? Потому что руководители понимают, насколько это важно. И вы знаете, когда мы построили в Дягилеве на стадионе участников вот этого мероприятия... Командный дух воспрял сразу. Командный дух воспрял, но я о другом хочу сказать. Там были разные категории рабочих персонала, административно-управленческого. И вот когда, ну сначала какая-то была неуклюжесть, а потом, когда пошли соревнования по видам спорта, это надо было видеть. Этот задор, этот смех, это веселье, это, во-первых, идет сплочение трудового коллектива, это появляется, проявляются элементы вот здорового образа жизни, и молодежь, и старшее поколение. Это был праздник. Это был хороший праздник. А как сейчас это будет все проходить? Все-таки это какая-то подготовка. Наверное, кроме праздника это еще и труд, то есть нужно себя привести в форму для того, чтобы показать, что она есть на соревнованиях. Вы извините, я, чтобы не обидеть, вот еще хочу продолжить эту тему. И вот завершение вот этого праздника мы подвели итоги, мы вручили знаки первой и второй степени, значки, значит... Они отличаются вот от тех, которые были? Нет, они не намного отличаются. Мы здесь, как говорят, Америку открывать не собираемся. Все, что хорошее было в то время, в советское время, мы как раз и не отказываемся от него. Второй пример, тоже хороший, который у нас. Это мы провели также прием норм ГТО на приборном заводе. Также я обратился к Евгению Семеновичу Баранкину. И это праздник был. И сегодня у меня был представитель приборного завода. Мы еще не завершили стрельбу. Тоже будем завершать. Третий пример. Мы встретились с Гуровым Виктором Сергеевичем, ректором нашего радиотехнического университета. Этот вопрос оговорили, провели работу. Я в этом году, буквально недели две назад, встретился с ректором медуниверситета, Романом Евгеньевичем Калининым. То же самое мы наметили. Мы давайте к жизненному. Вот в указе-то прозвучало, что будет проще сдать ЕГЭ, поступить в ВУЗы. Все-таки вы в этом будете принимать участие? Конечно. Ваш контингент – это в основном рабочее взрослое население? Нет, нет, как раз. Как раз наш контингент – это молодежь. Мы работаем в молодежной среде. Вот у нас в Рязанской области создан Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. Этот центр базируется на наших фондах областной организации ДОСАФ. Только у нас создана школа солдат будущего. И через эту школу только в прошлом году прошло около полутора тысяч человек. Так мы сейчас еще и включим элементы сдачи норм ГТО, подготовки и сдачи норм. Потом мы полагаем, что, коль это уже президентский указ, значит, и учительское сообщество, и сообщество студенческое будет подключено. Потому что сейчас это, как говорят, на такой чисто добровольной основе. А если какие-то и преференции предлагаются, как вот в прессе сообщается, что тот, кто сдал и получил соответствующий значок, он будет иметь какие-то преференции при поступлении в ВУЗ. Это прекрасно. А база у нас есть. Вы назвали, естественно, несколько организаций, которые, в принципе, занимаются подобной деятельностью. Но если это организация, которая ничем похожим не занималась, люди просто приходят, делают свое дело и дальше по звонку идут назад домой. То есть как у них будет подготовка? Может быть, вы будете способствовать, чтобы они где-то потренировались, где-то встретились? Опять же, одна организация с другой. Может быть, это на будущее в перспективе будет выглядеть так? Конечно, конечно. Ну, во-первых, у нас школьные образовательные учреждения и полного, и среднего образования, и высшего имеют соответствующие... В школе это учитель физкультуры, так ведь или нет. Там есть некая база. Если в среднем учебном заведении, там тоже есть соответствующие специалисты физической подготовки, тоже есть какая-то база. В вузах это кафедры уже есть физической подготовки. В трудовых коллективах, конечно, этого нет, этого нет. Но здесь вопросов нет. Буквально вот мы представляем абсолютно на безвозмездной, бесплатной основе всем желающим возможных, что занимается полевой стрельбой, стрелковым спортом. Вот. А потом, ведь многие нормативы, которые требуются по выполнению норм ГТО, не требуют особых каких-то там особой учебно-материальной спортивной базы. Вот. Чтобы метуть гранату... Прыжки, приседания, бег. Метание гранаты там и прочее, прочее, прочее. Это участок местности должен быть просто-напросто. А вот, кстати, о нормативах. Что-то поменялось в советской эпохе или все-таки не очень? Нет. Ну, конечно, конечно, нормативы поменялись. Какие-то примеры хочется просто услышать. Ну, я пока примеров привести не могу, потому что мы пока не получили эту нормативную базу. Но то, что мы, по какой базе мы сейчас, по каким нормативам принимаем, конечно, они нашли... Много со временем. Да, мы идем много со временем. Ну, если раньше кроссы были значительные, большие, сейчас это несколько сокращено. Ради бога. Как вы считаете, прошедшая Олимпиада, паралимпийские игры, они все-таки сыграли роль в подписании указа? Неспроста же мы именно в этом году возвращаем какие-то забытые традиции? Наверное, мы посмотрели, сделали какие-то выводы. Кстати, какие выводы сделали вы? Проведение Олимпиады в Сочи – это такой большой авторитет для России. Это такая мощная поддержка. То есть Россия показала, что она способна, может и помнит, и делает. На этой ноте давайте попрощаемся. У нас 10 минут истекли. Давайте пожелаем телезрителям здоровья и, главное, держите себя в тонусе. Увидимся.